Ребят, всем привет! Что же делать, если не приходит сообщение с PSB банка? В первую очередь, если первая смс не пришла, тогда запросите код повторно. Вот, жмем еще раз и ожидаем второй смс. Если уже и вторая смс не приходит, тогда делаем следующее. Если вы входите по номеру карты, то, конечно же, проверьте правильность ввода карты. Возможно, вы неправильно карту ввели, и это смс-сообщение поступает совсем другому человеку. Если после повторной отправки смс-кода он не приходит, тогда не спешите делать еще одну повторную отправку. Если лень перезагружать, тогда опустите шторку и выберите режим полета. Включите его на 10-15 секунд и потом выключите. Тем самым, сим-карта перерегистрируется в сети. Если ничего не помогает, тогда попробуйте позже. Скорее всего, происходит сбой у вашего мобильного оператора. Либо свяжитесь с технической поддержкой банка. Как я решил эту проблему? Я позвонил своему другу, то есть я произвел звонок со своего мобильного устройства на другое. И после звонка посыпались смс-сообщения, которые я отправлял ранее. Далее я открыл самую последнюю смс со свежим кодом, у меня там еще оставалось время его ввести, быстренько его ввел и зашел в банк. А также вы можете отправить смс-ку другому человеку, попросить его, чтобы он отправил вам смс-сообщение, и тем самым, возможно, все наладится и вы получите смс-сообщение. Это не нормально, поэтому я рекомендую обратиться к вашему мобильному оператору, либо обратиться в банк, чтобы решили эту проблему. Ребят, с этой непонятной ситуацией в мире YouTube, возможно, скоро заблокируют, либо как-то его еще ограничат. Поэтому сейчас все блогеры переходят в Яндекс.Дзен и в Рутуб. У меня там также есть канал, и переходите, подписывайтесь, чтобы не потерять со мной связь. Если у вас какой-то срочный вопрос, вы можете задать его в мою группу ВКонтакте. Вот нажимайте кнопку сообщения и напишите его. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Продолжение следует...